Друзья, всем привет! Вы на канале GGM, меня зовут Влад, и не ведитесь на скромные габариты этой козявки. Посмотрите, сколько она весит! Легко поднимает вот эту огромную татру на дыбы, и даже 25-тонный модифицированный кран не всегда с ней справляется. Опа! А я ведь хочу погрузить таких две. Не знаю, во что это выльется. Сейчас, скорее всего, поменяю кран на более мощный и вернусь. Как вам этот красавец? Любимец, наверное, многих по последним роликам, суть по всему. И мне, помимо 40-тонного крана, нравится еще расположение его опор. Они не торчат, они огромные, и это привет разработчикам, у которых штатный кран имеет вот эти стойки по полметра, торчащие с двух сторон. Но! Не все так гладко. Обратил внимание, когда вы поднимаете стрелу и хотите сделать себе обзор немножечко больше, обзор меняется с углом наклона стрелы. И видите, он так неравномерно начинает поворачиваться непараллельно с землей. Я вообще не планировал записывать этот ролик, потому что это моя подготовка к определенному поручению, которое я, как всегда, заморочился и делаю, ну, немножко иначе, чем его можно осуществить. Уже ощутил всю прелесть вот этой козявочки. Помимо ее массы, у нее иногда бывает затык. Грузите вы ее в кузов, она в кузов спокойненько встает. Вы хотите немножечко ее выровнять, потому что это реально как чугунный мост по массе. Так вот, вы ставите ее в кузов, выключаете ручничок, двигаетесь вперед-назад, а она не едет. Шуршит мотором и усек. Вот о чем я как раз вам говорил. Вот он стоит, ручник снят. Хотите, заднюю включите. Ну, все, как бы индикация пошла звуковая. Автомат, повышенная. Даже не урчит, что двигателя не хватает, а воборот. Ну, как так? Ну что, друзья, спустя минут сорок, наверное, долгой любви, я загрузил двух этих демонов к себе в кузов, зато поместились они прям тютелька в тютельку. Хотите, кстати, еще один прикол покажу? Ну, смотрите, моя Татра сейчас в высоком положении подвески. Бам! Хе-хе-хе, бам! Хе-хе-хе. Просела чешка капитально. Мне было просто лень бежать за прицепом, потому что он здесь отдельно от гаража. Я решил загрузить грузовичок. Как поеду, не знаю. Ну, ни пуха, ни пера, ни жезла. Хорошо, что здесь не тормозят за перегруз. О-о-о-о, друзья мои. Я думаю, что поездка будет веселой. Качается она знатно. Ну, смотрите, как вилла у него прям в борт, да? Здорово же. Как говорил, не планировал это снимать, но решил показать вам иногда, на что идешь, чтобы сделать какое-нибудь простое поручение на свой лад. И мне кажется, выполнение этого поручения будет более такой скучной задачей, чем сейчас подготовка. У нас небольшой вот отрезок будет вот отсюда, через деревню и до дороги. И что подсказывает, знаете так, градус наклона этой Татры, что я далеко не уеду. Давно хотел попробовать эту модификацию с длинной... Ай-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй-яй Базы! Но не было повода. А здесь повод сам нарисовался. Ох, как она... Осторожно! У меня прям всё сжалось. Как доеду, надо сходить за отверткой. Потому что там не разжать. Да. Вот мой замечательный регулярный подписчик Юрич. Кстати, ему большой привет. Говорит, что-то дорога у тебя слишком простая. Серёг, вот теперь видишь, иногда можно загрузить. Так что мало не покажется. Ну что, дубль два сейчас будет, друзья. Для вас, наверное, прошло буквально несколько секунд, а я заново загрузился. Испытал всё удовольствие и всю прелесть от загрузки двух этих малышей. Но я поменял грузовик. МАЗ, и плюс этого МАЗа в том, что хоть его борт выглядит вроде бы как на два палета груза, но на самом деле там три. Вот этот откинутый борт неспроста. И в него как раз и грузится третий палет. Машина нам уже знакома, буквально не так давно. Ой-ой-ой-ой. Кстати, прикольный кадр. Секундочку. Сейчас прям на обложечку его заберу, может быть. Всё, можем ехать дальше. Взял МАЗ. Он нам знаком уже по не так давно вышедшему ролику. С цистерной. И вы видели, у меня стояла ещё Татра 8 на 8. Но я подумал, что МАЗ, мне кажется, он такой отчасти конкурент той Татры. И будет неплохой ролик, коль я начал это снимать. Кстати, при погрузке техника не видит вот этот откинутый борт. На него можно погрузить там кирпичи, доски или ещё что-то. Считается. Но техника его не видит. Я чуть проехал, чтобы вывернуть ровно поставить второй погрузчик. Аккуратненько. А он с него свалился. Просто как в воду. Как вы думаете, сколько я раз ещё упаду? Делаем ставки, дамы и господа. Посмотрел у меня по статистике. Изменилось количество подписчиков. Между парнями и девчатами. Раньше было 98% мужиков. И остальное девушки. А сейчас... 20%! Девушки, вам респект и уважуха. За любовь к большой, крупной внедорожной технике. Давайте, наверное, уйду как раз вот здесь. Коль он имеет такой большой заход. На самом деле у него радиус не такой огромный. Из-за того, что вся нагрузка на задних... Ой-ой-ой-ой-ой. Осях. Передняя разгружена. И приходится уходить на вот такую большую дугу. Думал, что здесь поровнее. К дереву бы не прижаться. И было вообще всё хорошо. Мы уже побили, как вы видите, рекорд Татры. У меня складывается ощущение, что подвеска МАЗа жёстче. Не так сильно раскачивается. Здесь тоже... Ай-яй-яй! Сглазил, блин. Ну, ждите следующий дубль. И вновь старик забросил невод. Как вы видите, в этот раз я уже... А-а-а-а-а-ай! Вернул. Нормально. О чём мы там говорили? По-моему, о подписчицах и подписчиках. Мне кажется, друзья, уже можно смело поставить лайк этому видео за моё терпение. Хе-хе-хе-хе-хе. Просто задумайтесь Идея вообще была абсолютно другая Ух, тоже красиво Можно было бы сделать фотографию Я просто хотел отвезти погрузчик До магазина прицепов И все, ой-ой-ой-ой Но в результате Я узнал, что Маленькое может быть очень тяжелым Кстати, у этих погрузчиков Есть несколько режимов утяжеления Таких противовесов И у меня сейчас у каждого из них Всего лишь по 500 килограмм Ну как написано в меню тюнинга А есть еще на тысячу и на полторы То есть прибавляете смело Сейчас у меня максимально Могла быть нагрузка 3 тонны Ну и плюс вес Самого вот этого малыша А пока Два по 500 И я как-то подумал, а что вести один-то Может быть попробовать Два сразу загрузить Раз кузов Татры позволял И вот вам отдельное видео О не поручению А просто его подготовке Ну разве не здорово Заморочиться там, где Вроде бы все просто Так что придумывайте приключения Самостоятельно Они могут быть гораздо интереснее Чем те поручения Которые вам выдает игра Ой 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 Там впереди После деревни Будет пара поворотов И они меня немножко Напрягают Помните Там была грязь Где мы посадили с вами 133 зил Там есть еще лужа Но лужа мне кажется Она такая Легенькая Маск, кстати, очень гармоничен, да? Вот сейчас под нагрузкой он проявляет такой свой характер У него появляется вот эта валкость, даже избыточная Чувствуется, что машина напрочь груженная Но не как у Татры, где все, подвеска в ноль Так, вот здесь надо быть аккуратненьким Я попробую сейчас уйти вот на левый край от дороги Там ровнее И объехать чуток Мы, кстати, вот не так давно обсуждали с одним из подписчиков Он написал комментарий под видео с Мазом и Бочкой Сказал, что мод крутой, но очень много там версий этого Маза И они, по сути, ничем не отличаются Соглашусь с его высказыванием Там действительно замучаешься их выбирать И долго ищешь в чем отличие Я бы на месте разработчика сделал всего две машины С короткой базой и длинной А дальше все остальное это навесное оборудование Расширенные арки у кабины, внедорожный бампер Колеса, полный привод Самое интересное, что я не могу в этом регионе взять Так, вот здесь аккуратненько Этот Маз Почему-то говорит, что в Средней Азии Его выбирать нельзя Приходится уходить Ой-ой-ой Куда-нибудь в Россию Прямо окончательно Там Таймыр Кольский Ой-ой-ой И покупать их там А потом возвращаться на эту карту Так, а я, по-моему, не вывезу здесь Смотрите, какой там наклон Давайте сдам чуточек назад Слушайте, а ему не хватает Ему мотора не хватает Реально прикольно Давай, ты сможешь Смотрите, чихает аж Аккуратно Газу Газу Блин Сейчас будет следующий дубль Друзья, я снова с вами Если вы думаете, что После того падения Я сразу доехал сюда Не Было Еще энное количество Аккуратненько Заездов Напишите пока в комментариях Сколько раз Как вы думаете Я рухнул А я в конце видео Назову эту цифру Лужа хоть и лайтовая Но здесь нужно быть Аккуратным Вы сейчас смотрите Самый финальный кадр Дальше я еще пока на нем Не заезжал Все падения были до Вы помните Что И знаете Мои постоянные По крайней мере Подписчики Что я люблю В основном Отечественные Грузовики Но всегда бывают Исключения И это мод Если вдруг Вы захотите В него поиграть Я ставлю ссылки Как Сейчас я аккуратненько Назад сдам Как на МАЗ Так и на Погрузчики Еще чуть-чуть Давай 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 Вот знаете Ведь клево Вот В том падении До которого я тогда Доехал и упал Мне реально не хватило Двигателя И в этом Плюс Когда машина Борется И ты Борешься Вместе С ней Здорово Аккуратненько Давайте я сейчас Помолчу И вот Обратите внимание Как Неплохо Прописан звук У этого МАЗа И сделаю вам Погромче Круто Да Прям в натяг Пошел Здорово Так Очень детальная Штука Советую По крайней мере Если вам нравится Очень хорошая Визуализация Главное Не запутайтесь В их версиях Потому что МАЗов там 6-7 Последний Друзья мои Поворот И Аллилуйя Давай 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 Вот здесь бы Не завалиться Сейчас Под более Прямым углом Буду выезжать Все Я сделал это Ну как здесь Не посигналить Поставьте лайк Если вы Этого еще Не сделали Друзья Рассказываю Предысторию Что к чему Было задание Где на Заводе Который находится На отдаленном Участке Этой карты Нужно было Доставить Две бочки Чтоб туда доехать Я подумал Ну возьму Куть маленький Грузовичок Выбор пал На 157 Зил Но Туда помещается Всего один палет Тогда я подумал Пускай у этого Зила Будет какой-нибудь Другой кузов А я прицеплю Небольшой Автовоз К нему На котором Я довезу Может быть Какой-нибудь Погрузчик Потому что Кран на него Тоже не установить Вот так родилась Идея С погрузчиками Но Вы наверное Интересуетесь А почему Я Не взял Тогда 157 И не поехал На нем Хотите действительно Это увидеть Друзья мои Не вопрос Что-то пошло Не так В нашем Королевстве Мод Зашел На мод Это вы еще Пропустили Я это просто Не записывал С самого начала Здесь нужен Экзорцист Мне кажется Сейчас должен Был быть взрыв Ладно Друг Айстяц И пить Не все Моды Совместимы Итак В результате Долгих мучений Долгих погрузок И вот этого Даже отдельного Ролика Кстати Сейчас Когда я буду Съезжать Вы увидите Что он Реально Проезжает Сквозь Этот задний Борт У меня Появилась Идея А почему Тогда не взять Ну Какой-то Небольшой Внедорожник Смотрите Опа Борт Неледимка И Не доставить Тогда на нем А коли я везу Два погрузчика Обратите внимание У них Разные Крепления Для погрузки Груза Почему тогда Не взять Два Внедорожника И не прокатить Их с автовозами По всей Внедорожной Трассе Пока не знаю Как это снять Но будет забавно Дубль-2 Невидимый Борт Кстати У погрузчиков Иногда Случаются Смешные Движения Видели Как его Юзом Пустило На сей минуте Буду с вами Прощаться Если ролик Понравился Вы уже Знаете Что сделать Если еще Не подписаны Смело Подписывайтесь Друзья Ну а вам Всем удачи Всем пока И увидимся Субтитры сделал DimaTorzok